Так, давайте продолжим наше занятие на закон Архимеда. Решим еще одну задачу из Всероссийской Олимпиады. Это значит заключительный этап 2011 год. Это город Оренбург был. 2011 год. Десятый класс. Задача номер один. Шарик в сосуде с водой называлась эта задача. Вот, нарисую я картинку. Так, значит, есть сосуд. Небольшую картинку, потому что большую я нарисую для... Вот есть ось вращения сосуда. Жидкость расположится вот так вот как-то в сосуде. Жидкость расположится в сосуде. Ось О, О штрих, вокруг которой крутится это все, с угловой скоростью, ну вот тут не показано, я покажу, с некой угловой скоростью Омега. И дальше здесь вот привязаны два шарика. Вот металлический шарик. И вот здесь вот деревянный шарик оказался. Он поближе к оси. И угол между вертикалью и нитью деревянному шарику альфа. А вот этот вот угол 90 градусов. Оказалось так. Вот два шарика. Значит, деревянный шарик – это деревянный шарик здесь вот. Деревянный шар. Ну, шарик. Деревянный шарик. А это металлический шарик. Металл. Металлический шарик. Металлический шарик. Шар. Металлический шар. Вот так вот. И всё эта система крутится, и вот так система расположилась, оказывается. Значит, дано. Деревянные металлические шарики связаны нитью, прикреплены другой нитью ко дну сосуда. Это всё нити ко дну сосуда. С водой. Сосуд вращается с постоянной угловой скоростью вокруг вертикальной оси. Но омега-константа какая, неизвестна. В результате шарики, оставаясь полностью в воде, расположились так, как показано на рисунке. Деревянный шар 1, вот этот вот шар деревянный, находится от оси вращения на расстоянии втрое, меньшим, чем металлический шар. Ну, значит, вот тут надо... Давайте я напишу всё же буквы какие-то здесь введу. Ну, буква А и вот буква М, не М, а буква, ну, К какая-нибудь, К. И вот здесь вот буква Л, значит, по условию, а это буква Б, это металлический шар, по условию ЛБ равняется 3КА. Там написано, деревянный шар находится от оси вращения на расстоянии втрое, меньшим, чем металлический шар. Верхняя нить составляет угол альфа, синус альфа 44 пятых, значит, синус альфа равняется 4 пятых с вертикалью. Альфа дан с вертикалью какой? Это с вертикалью. Угол между нитями 90 градусов, на рисунке показано. Размеры шариков малы по сравнению с их расстоянием до оси вращения. И вопросы пошли. Под каким углом к вертикали направлена сила Архимеда? Действующий на деревянный шарик. Значит, первый вопрос. F Архимеда на деревянный шарик, который направлен, действует. Под каким углом она направлена? F Архимеда 1. Это первый шарик, а это второй шарик будет. F Архимеда 1. Вектор. Какая она? То есть модуль не надо искать, а надо найти, под каким углом направлена. Угол. Под каким углом? К вертикали. Угол с вертикалью. Угол с вертикалью. Надо найти силы Архимеда, действующие на первый шарик. Ну, ответ будет, могу сказать, угол альфа будет. Но это надо же доказать. Это, можно сказать, почти очевидно, но надо доказать это будет. Под каким углом вертикали направлена сила Архимеда, действующая на верхний шарик, на деревянный шарик. И второй вопрос. Найти отношение сил натяжения верхней и нижней нитей, то есть х, равное Т1, делить на Т2, надо найти. Вот здесь натяжение нити будет Т1, а здесь натяжение нити будет Т2. Надо найти Т1 к Т2, найти отношение этих сил. Это второй вопрос. Второй вопрос. Ну, вот, значит, здесь вот давайте ответим на первый вопрос поначалу. То есть докажем, что угол с вертикалью, то есть бета надо найти какой-то. Надо будет найти бета. Ну, давайте сделаем вот следующее. Верхний шарик. Верхний шарик. Маленький он. Верхний шарик. На него действует сила Т1. Сил натяжения нити. Вот с вертикалью это угол альфа, кстати. Действует еще сила тяжести. Это ρ1, В, Ж. Объем шарика В. Ну, В1 пусть будет. Объем шарика В1. Это вот такая сила тяжести действует. Действует еще некая сила Архимеда. Мы не знаем, что она вдоль Т1. Притворимся, что не понимаем этого. И направим немножко под углом неким. Вот это сила Архимеда действует. Сила Архимеда 1. Это сила Архимеда первая на верхний шарик. И надо найти с вертикали угол бета. Вот этот вот угол бета тире вопрос. Надо будет и найти. Показать, что он равен альфа, кстати. Вот так вот. Это на шарик деревянный. У деревянного шарика ускорение А направлено вот сюда. Это А1. А1 у деревянного шарика. Ускорение такое направлено. Теперь, если мысленно взять водяной шарик на месте этого деревянного шарика, водяной шарик взять, то на него будет действовать такая же сила Архимеда 1. F Архимеда 1. И будет под углом она бета к вертикали направлена. Такая же сила Архимеда 1. И действует сила тяжести РОВЖ. РО – это плотность воды. Плотность воды. РО – плотность воды. РО – плотность воды. РО – плотность воды. Ускорение у этого шарика направлено тоже А1. А1. Вот так вот. И можно не доказывать закон Архимеда, а просто воспользоваться водяным этим шариком и сравнить эти уравнения. Закон Ньютона записать для реального деревянного шарика и для водяного шарика. Вот давайте запишем для деревянного шарика в проекции на оси Х и У. На оси Х это будет ФА1 умножить на синус бета минус Т1 синус альфа. И равняется это масса вот этого шарика, это будет РО1 на В, плотность шарика РО1 на В, и умножить на А1. А1 умножить на А1. Дальше. Для вот этого шарика это на Х и на У надо записать будет. ФА1 умножить на косинус бета минус РО1 В1Ж. Тут В1 объем, потому что объем первого шарика В1 сократится. РО1 на В1Ж, тут тоже В1 объем, минус Т1 косинус альфа равняется нулю. Это на Х было, это на У для деревянного шарика. Теперь для водяного шарика на оси Х и У будет ФА1 умножить на синус бета равняется, плотность воды это РО, В1 умножить на А1. Это на Х для водяного шарика. На У для водяного шарика ФА1 косинус бета минус РОВ1Ж равняется нулю. Это на У для водяного шарика. Вот такая вот система уравнений. Из этой системы уравнений можно найти тангенс бета и тангенс альфа. Ну вот, например, каким образом тангенс бета? В общем, из этой системы находим, что тангенс бета будет равняться А вот это 1 делить на G, а тангенс альфа тоже будет равняться А1 делить на G. Из этой системы. То есть отсюда следует, что бета равняется альфа, восклицательный знак. Вот это будет ответ. Что сила Архимеда, действующая на деревянный шарик, направлена вдоль нити под углом альфа к вертикали. Направлена вдоль нити под углом альфа к вертикали. То, что это вдоль нити, это почти очевидно. Но не совсем. Надо вот как бы, например, вот так доказать. Можно ещё как-нибудь доказать как-то, что это будет вдоль нити она направлена. И, кстати, она перпендикулярна, если бы жидкость опустилась, вот здесь вот при вращении, то нить была бы перпендикулярна поверхности жидкости, которая с деревянным шариком бы соприкасалась. Так, это вот ответ на первый вопрос. Теперь ответ надо на второй вопрос. Ответ на второй вопрос. Это уже серьёзная как бы расчётная задача. И здесь надо нарисовать. Вот нарисуем эти шарики. Вот здесь вот закреплено всё. Вот это один шарик. Это вот тут другой шарик. Вот ось вращения, вокруг которой всё крутится с угловой скоростью омега. Это надо нарисовать силы, действующие на каждый из шариков. На этот шарик действует сила натяжения Т1. Вот она, Т1. Действует сила тяжести РО1, В1, Ж. Действует сила Архимеда А1, которую можно разложить на две составляющие. Ф, Архимеда А1, У и Ф, Архимеда А1, Х. Две составляющие силы Архимеда. И вот все силы, какие действуют на этот шарик. На деревянный. Это угол альфа. У нас здесь угол альфа. Вот все силы. Ускорение у этого шарика направлено вот так вот. Оно А1. А1 будет. Так, теперь на второй шарик. Силы действуют. Сила Т2. Т1, вот это действует сила такая же. Т1. Действует сила Т2. Натяжение нити. Т2. Ну, чтобы не мешать, я напишу так. Т2. Действует сила тяжести. Это РО2, В2, Ж. Действует еще сила Архимеда. Две составляющие силы Архимеда. Вот это будет F, А, 2, У. И будет F, А, 2, Х. F, А, 2, Х. Ну, ось Х и У это вот так здесь направлены. Это Х, а это У. Две составляющие силы Архимеда. И ускорение направлено здесь. Вот я так нарисую. А. Оно больше, чем А1. Это А2. Вот А2. Ускорение А2. Вот все силы все нарисовал я здесь. Так, теперь. Вот есть этот угол Альфа, то вот этот вот тоже будет угол Альфа, поскольку угол между нитями 90 градусов. 90 градусов. Ну и здесь можно найти составляющие силы Архимеда. Ну, тут многоточие написать. F, А, 1, Х, равняется, равняется РО, плотность воды РО, умножить на В, 1, и умножить на ускорение А, 1. Ускорение А1 – это было у нас омега квадрат умножить на Р. То есть вот это вот расстояние есть Р. Пусть будет оно Р. Вот. А вот это вот расстояние будет 3Р по условию. Оно в три раза больше до оси вращения. 3Р. Это по условию задачи. Это можно вот так вот показать. F, А, 1, Х. будет равняться РО, В, 1, умножить на Ж. Ф, А, 2, Х, будет равняться РО, В, 2, омега квадрат умножить на 3Р, на ускорение. И Ф, А, 2, У, будет равняться РО, В, 2, умножить на Ж. Это вот составляющая силы Архимеда. Это можно отдельно показать. Дальше. Теперь пишем уравнение второго закона Ньютона для деревянного и металлического шарика в проекциях на оси Х и У. Вот. На ось Х. Да, кстати, тут А1 надо было где-то написать, что всё же А1 равняется омега квадрат умножить на Р, А2 равняется омега квадрат умножить на 3Р. Этим я пользовался при решении вот задачи. Значит, на ось Х для деревянного шарика это будет ФА1Х минус Т1 синус альфа равняется... Масса этого шарика, это было РО. Так, тут это РО1. Или нет, это РО, это силы Архимеда, это РО без РО1. А тут вот, да, РО1 на В1 и умножить на ускорение А1. А1 это на Х для деревянного шарика. на Х для деревянного шарика. На у для деревянного шарика будет ФА1У минус РО1В1Ж минус Т1 косинус альфа равняется нулю тире на у для деревянного шарика. Для металлического шарика на ось Х это будет ФА2 со значком Х плюс Т1 это тоже альфа будет Т1 синус альфа плюс Т2 косинус альфа косинус посуду 90 градусов и равняется это всё масса второго шарика это РО2 на В2 и на А2 закон Ньютона тире на Х Х для металлического шарика на усть У для металлического шарика будет ФА2У минус РО2В2Ж плюс Т1 косинус альфа минус Т2 синус альфа равняется нулю это тире на у для металлического шара. вот такая вот система уравнений по второму закону Ньютона сюда нужно подставлять выражение для сил Архимеда выражение для А1 и А2 и вот если это всё эти уравнения порешать покрутить то в конце концов получается что 3 тангенс альфа будет равняться Х это есть Т1, Т2, Х умножить на синус альфа плюс косинус альфа деленное на Х косинус альфа минус синус альфа минус синус альфа значит отсюда, зная альфа ну альфа у нас там 3 пятых значит синус альфа синус альфа 3 пятых синус альфа 4 пятых 4 пятых значит тогда косинус альфа будет 3 пятых так, ну подобрано всё вот так то тогда можно подставить и найти Х значит Х получается это есть Т1 делить на Т2 и равняется 19 восьмых это есть ответ то есть здесь надо вычислять ещё конечно довольно ну длинно, долго всё это надо аккуратно делать ответ 19 восьмых отношение сил натяжения вот такая вот задача здесь ну довольно она громоздкая но идея в том, что силы Архимеда действующие на шарике они направлены не вертикально а направлены опять-таки под углом углом к вертикали или горизонту силы Архимеда надо их правильно направлять уметь находить иногда надо не сами не сами силы Архимеда находить их составляющие удобно для решения находить вот ну вот так благодарю за внимание рад если был вам полезен вот прояснились мы с силой Архимеда потому что вы если попадется не попадались вот так на на такие вещи как что сила Архимеда только вертикально потому что в некоторых книгах пишут справочниках что сила Архимеда всегда вертикальна но это не совсем так вот видите так что если вы поймете разберетесь то будете уже вооружены желаю вам удачи до свидания до свидания